Светёт Богульник. У нас в Горном Алтае этот красивый кустарник зовут Моральником. Вообще-то он распускается весной, в мае. Сейчас осень, середина сентября. Тепло обмануло. Тысячи лет назад пришли на землю Алтая мои предки. О том, как они жили тогда, рассказывают археологические раскопки. О том, какой была жизнь три четверти века назад, мы узнаём из этих чудом сохранившихся кадров кинохроники. И сегодня во многих алтайских деревнях готовят точно такие же блюда и точно такие же приспособления используют и приёмы те же самые. И всё это такое же, как было много веков назад. КОНЕЦ У алтайцев, как и у других народов Юга Сибири, одними из самых любимых блюд остаётся талкан. Что это такое, сейчас увидите. Делают талкан из поджаренного ячменя. Почему именно из ячменя? У нас в горах мало мест, пригодных для земледелия. Да и трудно вырастить на каменистой земле пшеницу, рожь. К тому же настоящий талкан получается только из ячменя. Эта ступа по алтайской сухой досталась хозяйке от её матери, а той от своей. Теперь шелуха легко отвеивается. Каменная тёрка, баспах. Хотите верьте, хотите нет. Но эти два камня, большой и маленький, в россипе всегда лежат рядом. Так их и находят. Маленький камень называют полазы, дитё баспаха. Положим в чашку немного масла. Теперь добавим муки, которая, собственно, талханами зовётся. Подольём молока. Можно чай с солью горячей. Выпьешь такую чашку. И никакой еды больше не надо. Алтайцы прирождённые скотоводы. Старые люди говорят так. Пока растёт трава, будет жить на этой земле наш народ. Козам, овцам, коровам, лошадям. Всем хватает на этой земле места и корма. Без мяса алтайцы не представляют своей жизни. Кстати, барана мы так и называем. Ходячий круглый кусок мяса. Разделывать мясо каждый алтаец учится с детства. Жизнь полёт 100%, Это обычная д haha. Без тебя накопила? После шума перед видео. Слю Cell'а прив가지 nauка, Л 스누 7 летzne. Просто гимки перец. Компания Habяофоборов, Старая медчатая. Вот эта часть туши называется гирзел. Она готовится первой. Шерсть в огне опалится, шкура станет мягкой и вполне съедобной. Сало и мясо тоже поджариваются. Печенку слегка обжаривают. Внутри она только чуть-чуть согревается. Гирзел первое угощение готово. Мясо лучше всего варить, без всяких затей. Так мы считаем, нет ничего вкуснее и полезнее вареного мяса с бульоном. И ты, аруминь. В воду при варке добавляется только соль. Тюрген. Так называется блюдо, которое готовят сейчас женщины. Делается оно из внутренностей барана и требует немалого искусства. Тюргу им осталось сварить и обжарить. Готовая икровяная колбаса, каан. Ее варят в казане с мясом. Первыми, самыми вкусными кусочками надо угостить Отыне, мать-огонь, хозяйку домашнего чага, чтобы она была доброй и милостивой к людям. Надеюсь, вы не подумали, что мы питаемся одним толканом и мясом. Алтайская кухня гораздо шире и разнообразней. Много вкусного блюда алтайцы умеют делать из молока. Да, пекут свой хлеб, тыртбек, но это отдельный рассказ. Много вкусного блюда алтайцы умеют делать из молока. 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 Существует-кahlяст. От chorus с 1 минут до季ковные сеансы в чай-партфоликахе 207-лап-какие. ОтецаЗection 3-летые грамот от training.